А мы сегодня бедняки. Да? Шалом! Меня зовут Роман Кершунин. Сейчас я приготовлю песни еврейской кулинарии яичный салат. Стол наш сегодня выглядит бедно. А все потому, что яичный салат в принципе это еда бедняков. Яички от курочки. Лучок вот уже жарится с огорода. А традиционный гусиный смалец я заменю не менее традиционным майонезом. Лук уже пожарился. Я вливаю его избавляю от сбытка в жар. И дам у него ложечки здесь настояться стечек. А тем временем я натру на терке крутые яйца. Делается это быстро очень. Чем грубее они будут натертые, тем прикольнее будет салат. Я повторюсь, на мой взгляд, в еврейской кухне есть несколько блюд, которые являются безусловными, так сказать, флагманами, хитами, песнями и так далее. Все знают про гефилд и фиш, про форшмак. Про яичный салат, к сожалению, знают немногие, но тем не менее это блюдо бриллиантов. Когда я был в детском саду, то всегда выменивал чужие желтки на свои белки. Мне так нравятся яйца. А вот белок, простите, желток, это вот есть та эссенция яичного вкуса. Смотрите, как много его здесь. Как здесь много яиц. Это, пожалуй, хватит. Сюда же. А вот это еще. Сюда же, конечно. Я. Отправляю лук. Обильно, обильно, обильно солю. У этого салата есть удивительное свойство. Он вкуснее всего на завтра. То есть надо сделать его сегодня. Можно сразу есть, а можно оставить на завтра в холодильнике. Или, например, если мы не доели его, и оставили в холодильнике, и забыли про него. А пришли завтра утром, проснулись такие, утром просыпаемся, думаю, чего поедем. Отправляю в холодильник, а там стоит яичный салат. Он как борщ. Только настаиваешься. Но, вопреки всем законам физики, химии, и вообще логики, бытовой и житейской, соль куда-то девается. Видимо, она тихо, тихо, ночью убегает из салата. Поэтому я его обильно солю. Теперь самое главное. О, майонез! Ты наше все! Как вы видите, майонез я люблю, и никогда его не жалею. Тарелка. Вы знаете, я обратил внимание, что яичный салат очень хорошо почему-то сочетается, извиняюсь, сочетается с помидорками. Они как-то вот своей кислотой, врожденной, немножко оттеняют вот этот вот жирный, яично-майонезный такой акцент. Поэтому я всегда, когда готовлю этот салат, я подаю его с помидорами. И вот так вот, прямо в центр. это побольше. Ну, пожалуй, все. Его можно намазать на хлеб. Но если вы так видны, что у вас нет даже хлеба, кто? Тушите свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok